Сегодня хотим поделиться с вами одной очень удивительной и трогательной историей. Для любой девушки, свадьба это что-то очень сокровенное, важное событие. Может именно поэтому, все невесты относятся к этому дню очень волнующе, а к свадебному платью, вообще очень трепетно. Но несмотря на все это, иногда происходят такие моменты в жизни, которые могут перечеркнуть весь этот трепет и все то, что к чему так готовила себя невеста. Это произошло, где-то в Подмосковье за пару дней до свадьбы. Елена никак не могла уснуть, ее жених был на последнем ночном дежурстве, перед отпуском. Девушка не любила ночевать одна, в их загородном доме, этот страх у нее был еще с самого детства. Еще не сомкнув глаз, Елена услышала, как кто-то скребется во входную дверь. Она спустилась, чтобы посмотреть на непрошенного гостя и обнаружила на крыльце собаку. Животное сидело под проливным дождем и дрожало. Елена, когда увидела дворняжку, промокшую до кончика хвоста, едва не расплакалась. Собачка была такой жалкой и грустной, что доброе сердце Елены не позволило себе закрыть перед животным дверь, поэтому она решила впустить беднягу в дом. Собака вошла и легла на коврик в коридоре. Елена налила собаке воды и положила обрезки мяса в блюдце. Животное было вялым и сразу задремало. Девушка, чуть погодя, тоже пошла спать, решив оставить дворняжку в доме на ночь. Елена спала очень крепко, так как перед сном выпила снотворное. Когда она проснулась за окном, уже было светло. Вдруг девушка услышала крики и выбежала в коридор, не понимая, что случилось. В комнате на первом этаже она увидела своего жениха, который держал за шкирку ту самую несчастную собаку, о которой, еще ночью, Елена так заботилась. Молодой человек жутко ругался нецензурной бранью и при этом пытался всеми силами вышвырнуть животное из дома. В этот момент девушка взглянула на диван, где лежала, подготовленная к торжеству, свадебное платье и обомлела. Прямо на белоснежном подоле она обнаружила новорожденных щенков. Весь наряд был безнадежно испачкан и разодран, видимо, когтями. Оказалось, что бродячая собачка была беременна и ночью пробралась в комнату, выбрав для себя свадебный наряд. Здесь она ночью и родила своих щенков. С утра Виктор вернулся с дежурства и увидел эту картину. От увиденного парень просто взбесился и начал злобно трясти собаку. Когда Елена его застала, девушка была в ужасе. Ее шокировала жестокость Виктора. Парень начал хватать щенков одного за другим и вышвыривать их на улицу, прямо в открытую, входную дверь. От этого у девушки внутри все похолодало. А в этот момент Виктор громко возмущался, что ты наделала курица. Посмотри, во что превратила эта тупая собака твой свадебный наряд. Девушка так рассердилась, что начала кричать в ответ на Виктора и запретив ему трогать животных, она собрала всех щенков, вернула их на прежнее место, а затем подбежала к скулящей четвероногой маме и положила ее. На свадебное платье. Она понимала, что наряд уже не спасти. В этой ситуации Виктор, по мнению Елены, повел себя совершенно отвратительно и жестоко. Девушка заявила жениху, что свадьбы не будет. И не будет ее по двум причинам. Во-первых, нечего теперь надеть, а на покупку нового наряда нет времени. Во-вторых, она не хочет выходить замуж за человека, способного, с такой жестокостью, швырять крошечных щенков. После этого Виктор ушел, хлопнув дверью, назвав Елену ненормальной. Девушка осталась одна и сразу направилась к новоиспеченной собаке маме, чтобы покормить ее и успокоить. Девушка не пожалела о своем поступке. Елена абсолютно была убеждена, что Виктор ей не пара, а собаку она назвала Найдой и точно для себя решила, что Найда и ее щенки останутся пока с ней, а как только они окрепнут, она им найдет хороших и добрых, ответственных хозяев. Она довольно быстро раздала их, когда они немного подросли. Елена живет одна и верит, что еще встретить своего человека, мужчину с большим сердцем, который никогда себе не позволит жестоко обойтись с теми, кто нуждается в помощи и заботе. Вот такая вот жизненная история. Может, кто-то скажет, что таких историй миллионы, но на наш взгляд, она особенная, поэтому нам и захотелось поделиться ею с вами. Мы очень надеемся и верим, что эта публикация донесет до людей то, что, во многих случаях люди неправы, когда ими начинают управлять эмоции, а не разум, как это ужасно выглядит со стороны. Мы благодарим всех, кто уделил внимание данной истории. Спасибо за вашу поддержку. Будьте добрее друг к другу и к братьям нашим меньшим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...